Еще о телевидении. Сегодня мы уже говорили о том, что отсутствие теле- и радиоинформации в наши дни может вызвать настоящую панику. Но, впрочем, это может произойти только там, где эту информацию привыкли получать достаточно регулярно. А у нас есть такие места, где телевизионный сигнал вообще почти не принимается. И это не где-то в Глухой Сибири, а совсем близко от Москвы, в Нижегородской области. Павлова, как и Москва, стоит на семи холмах. Однако, как раз эта ландшафта мало волнует местных жителей. Целый район с населением 117 тысяч человек практически лишен возможности полноценно смотреть телевизор. Старый ретранслятор стоит в неудачном месте. Программы центрального и местного телевидения принимаются с помехами. Причем качество приема зависит не только от антенны, марки телевизора, времени суток, но и от погоды. Хорошо показывает только НТВ, представители которого самовольно поставили на Павловский ретранслятор свою тарелку. Так что теперь НТВ глушит все программы. В администрации района к этому отнеслись философски, но попросили уменьшить мощность передающей антенны. Из-за некачественной связи часто теряют деловых партнеров промышленные предприятия в Павлово. Приходится привозить большие сумки, чемоданы, документации. Факсовая связь недостаточная. Нет модемной связи. Интернет практически не работает в дневные часы, только ночью. Место для нового ретранслятора уже нашли. Теперь надо найти деньги на его строительство. А пока каждый открывает окно в мир информации и развлечений, устанавливая на крышах и окнах хитроумные сооружения, чтобы хоть как-то улучшить изображение. Ведь павловцы – народ изобретательный. Городу 450 лет – это старинный металлообрабатывающий центр. Изделия местных кустарей славились по всей России, а лучшие образцы павловских оружейников даже хранятся в Эрмитаже. Анна Потагина, Нижегородская губерния, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова